Всем привет! Вы смотрите Универа Ньюз. С вами я, Элина Земскова. Итак, сегодня в выпуске. Вернутся ли деревья на Южный полюс? В Ливии начался новый виток военного конфликта. В обсерватории КФУ пройдет экскурсия для всех желающих. Ученые прогнозируют возможность того, что древние леса могут вернуться на Южный полюс Земли. Что свидетельствует в пользу возможности такого события, мы расскажем в следующем сюжете. Климатологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды. Этому вопросу была посвящена прошедшая в Лондоне конференция Британского королевского метеорологического общества. Несколько миллионов лет назад на Земле продолжался сравнительно теплый период Плеоцена. Средняя температура тогда была на 24 градуса выше современной, а уровень океана на 20-25 метров выше. В то время, по данным ученых, в Антарктиде недалеко, как в 500 километрах от Южного полюса, росли буковые и хвойные леса. Недавно исследователи нашли останки листьев южных буков. Следования показали, что сегодня содержание углекислого газа в атмосфере уже достигло того уровня, что и в эпоху Плеоцена. Два этих факта наталкивают ученых на мысль, что из-за таяния ледников возможно, что Южный полюс может снова обрасти растениями. Повышение уровня углекислого газа предпочитают связывать с деятельностью человека. В Казанском федеральном университете не все ученые согласны с такой трактовкой. Что природа надумает сделать, то и будет. Вот сейчас природа задумает, скажем, природный процесс, что нужно похолодание сделать на 2 градуса за 200 лет. Она сделает это. И все наши потуги, выпускание углекислого парникового кассы окажутся таким смехотворным объемом. Казанский федеральный университет также активно занимается климатическими исследованиями. В этом направлении работают Институт экологии и природопользования, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт физики и несколько лабораторий, существующих в рамках приоритетного направления «Эко-нефть». Проекты КФУ в этом направлении отмечаются мировым сообществом. Казанский университет вошел в список лучших университетов мира в категории «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» рейтингового агентства Times Higher Education. 37 место мы получили в мире. Это тоже, я хочу сказать, очень уникально. Среди университетов, осуществляющих работу с изменением климата. В рамках направления реализуется целый ряд мероприятий. Одно из таких – совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата. Мероприятие собрало 135 исследователей из 35 стран мира. На ней эксперты обсуждали состояние окружающей среды и многое другое. Они ставят прессовую задачу, как адаптироваться к этим изменениям и как смягчить негативные изменения и как можно меньше допустить ущерба тех проявлений психийных беств и так далее. Артем Топичкин, Универньюз. В Ливии начался новый виток военного конфликта. Правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по базе Ливийской национальной армии в районе старого аэропорта Триполи. Они были вызваны продвижением Ливийской национальной армии в сторону столицы. О том, к чему это может привести, мы расскажем в следующем сюжете. Как сообщает агентство Рейтер, в воскресенье южная часть Триполи подверглась ударам с воздуха. ООН призвала стороны конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей. Доцент кафедры международных отношений мировой политики и дипломатиков у Альберт Белоглазов рассказал о причинах этого конфликта. Поскольку в 2014 году и в 2015 были образованы два правительства, одно из них было на Востоке. Именно оно назначило генерала Хафтара, который наступает на Триполи, сейчас он фельдмаршал уже, главнокомандующим своими войсками. Другое правительство в Триполи, во главе Сараджем, вот оно, соответственно, с 2015 года поддержано мировым коррупциям ООН, в основном западными странами. Страны Большой Семерки потребовали немедленно прекратить военные действия в Ливии. С призывом избежать эскалации конфликта выступил и Совет Безопасности ООН. Если Россия сможет здесь именно стать посредником, потому что страны НАТО все воспринимаются как агрессор, по крайней мере, значительной частью Ливицы, вот, она может укрепить ее позиции. А это уже приведет к лучшим экономическим результатам, чем просто вот выигрыш от повышения цены на нефть. Напомним, что ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова принял президент Египта Абдель-Фаттах Ассиси. Говорили об актуальных вопросах международной повестки, в частности, региональной проблематики. Москва поддерживает призывы ООН к мирному диалогу. Камиль Гемаздинов, Универньюз. 12 апреля сотрудники Астрономической обсерватории имени Ангельгарта КФУ проведут бесплатные экскурсии для всех желающих. Подробности в следующем сюжете. Традиционно 12 апреля, в День космонавтики, обсерватория Казанского Федерального Университета будет проводить День открытых дверей, где все желающие смогут познакомиться с телескопами, а также узнать, как стать космонавтом. Посмотреть в телескоп, самый большой, который существует в России, рефрактор, и ознакомиться с солнечными часами, которые расположены перед главным зданием обсерватории. Во время экскурсии сотрудники обсерватории познакомятся с историей Казанской астрономической школы, продемонстрируют уникальные старинные инструменты. После захода Солнца, при условии ясного неба, можно будет понаблюдать за Луной и Марсом в телескопы. Также для участия в бесплатной экскурсии для групп, состоящих более чем из 10 человек, потребуется предварительная регистрация. Ко дню космонавтики сотрудники планетария, которые находятся на территории Астрономической обсерватории имени Ангельгарта, подготовили детскую программу «Космическая гонка», начало которой в 4 часа вечера, и тематический вечер, как стать космонавтом, в 7.30. Желающие принять участие в программах планетария должны предварительно забронировать билеты. Хочу сказать следующее, что параллельно будут показываться фильмы и вестись очень интересные программы планетарии, но там уже все это будет происходить на платной основе. В Астрономической же обсерватории все вот эти вот мероприятия, они для посетителей бесплатны. Но, разумеется, все лекции будут проводить профессиональные астрономы, которые имеют большой опыт в направлении экскурсионной астрономической деятельности. Стартовал ежегодный конкурс на лучший студенческий совет и лучшую комнату среди студентов, проживающих в общежитиях КФУ. По итогам конкурсов каждой номинации определяются победитель и призер среди общежитий студенческого городка и среди корпусов деревни-универсиады. Подробности в следующем сюжете. В студенческих общежитиях КФУ ежегодно проводится конкурс на лучшую комнату. И этот год также не стал исключением. Ежегодно все общежития представляют свои студенческие советы, комнаты для участия в этом конкурсе. В этом году даже дошел отбор, что каждый студенческий совет в доме определяет ту лучшую комнату, которую будет выставлять на конкурс. Поэтому спрос на этот конкурс повышается и конкуренция растет. Конкурс проводится по четырем номинациям. Лучший студенческий совет общежития КФУ, Лучшее студенческое общественное объединение, Лучшая студенческая комната и семейное гнездышко среди комнат студенческих семей. Студенты представляют свои презентации, а жюри в свою очередь оценивают комнаты по следующим критериям. Уют и чистота, творческий подход к оформлению комнаты, общественная активность студентов, организация условий для занятий и коммуникативные навыки участников. Целью конкурса является формирование у студентов культуры быта, ответственного и бережного отношения к имуществу КФУ, совершенствование форм организации досуга студентов и установление взаимопонимания и взаимопомощи между студентами, проживающими в общежитии. Они получают тот самый опыт, который студенты получают при организации мероприятий, дипломы и ценные призы от нашего университета. В этот раз студенты подошли к подготовке основательно. Гостей встречали по всем правилам этикета – песнями, танцами и вкусными угощениями. За один вечер членам жюри удалось переместиться во времени и побывать в разных эпохах. Общая тематика – то, что ученый решил попробовать, испробовать машину времени и попал в будущее, в лучшую комнату будущего. Суть заключается в том, что жюри и наши помощники путешествуют по тем или иным эпохам, и на каждой эпохе раскрывается тот или иной сектор, который входит в состав студсовета. Наш студсовет представлял каждый сектор в различных эпохах. Допустим, если даже взять эпоху Средневековья, там проходил гитарник, который устраивается под чутким руководством нашего культорга. Это идея всего нашего студсовета. Мы продумывали это от начала до конца вместе. Это общая работа, и я ему благодарна за это. Теплые приемы и веселые встречи в уютных домах общежития запомнятся всем надолго. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok